МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуй. Ну, как долетела? Кто встречал? Долетела я отлично, потому что вся была на эмоциях. Встречали родители, все были рады и счастливы. Я летела со своими друзьями, и атмосфера была самая позитивная. Ну, как попала ты на конкурс? Какие испытания пришлось преодолеть, чтобы попасть в число с 30 самых красивых девушек студенческих отрядов? Весной этого года прошел конкурс «Мисс и мистер» студенческие отряды Алтая, в ходе которого я стала победительницей, и организаторы сразу обозначили, что я поеду на мисс российские студенческие отряды от Алтайского края. Понятно. То есть, в принципе, конкуренции особой не было? Конкуренция была с участницами других регионов. То есть, вот, 30 финалисток, и среди них была большая конкуренция. То есть, а ты с кем соревновалась в итоге? С участницами из других регионов. Ну, это уже там, в Ростове-на-Дону. Да. Здесь меня выставили одну, да, от края. Когда ехала только ты в Ростов-на-Дону, была уверена в своих силах в том, что сможешь стать первой, обыграть всех? Ну, сказать честно, да. Потому что уверенность в своих силах я получила еще, когда стала победительницей мисс студенческие отряды Алтая. И работая над своей программой ежедневно, я, получается, совершенствовалась и очень серьезно к этому относилась. Потому что формат конкурса достаточно серьезный, сложный. И, в принципе, да, я была уверена и действовала прям четко по своему плану. Ты говоришь, что у тебя была какая-то программа. Это в течение скольких месяцев ты готовилась? Я готовилась в течение пару недель, потому что был заочный этап конкурса. То есть мы писали сочинения на тему безопасного труда, писали свою биографию о деятельности в российских студенческих отрядах. Далее готовили визитку, творческий номер. Это вот одно и то же получилось. И готовили дефиле «Авангард. Боец будущего». То есть каким мы видим бойца будущего в российских студенческих отрядах. И все-таки, наверное, это же какой-то такой конкурс красоты. И многие девчонки с детства мечтают быть моделями, участвовать в конкурсах красоты. Ты из таких или все-таки нет? Или это просто какая-то такая случайность, совпадение? Я никогда не мечтала быть моделью и участвовать в конкурсе красоты. Просто студенческие отряды дают такую возможность увидеть себя с другой стороны, попробовать. И у меня это неплохо получилось. А на конкурсе жюри, оно учитывало все-таки больше внешние данные? Или благодаря творческим своим номерам ты победила? И интеллектуальным каким-то испытаниям? Ну, хочется отметить, что мисс российские студенческие отряды это и красота, и таланты. Таланты играют огромную роль в выявлении победителя. То есть это потому, что визитную карточку показываешь, все свои таланты раскрываешь, и обязательно нужно раскрыть в российских студенческих отрядах себя. А еще какие там были творческие номера? Что ты пела, танцевала, отвечала на какие-то вопросы? Моя визитная карточка составляла перечень всех моих талантов. Я и танцевала, и пела, и общалась со зрителем, и доля юмора была, поэтому мы постарались совокупность всего сделать за три минуты. В общем, всех обаяла. А жюри из кого состояло? Кто были эти люди? Жюри были представители центрального штаба российских студенческих отрядах и приглашенные гости. А также в жюри сидела Ирина Карих из дирекции Красы Студенчества России. Ну, мы уже сказали, что ты боец студенческого отряда. И боец, и красивая девушка. Как это сочетается? Какой вообще у тебя опыт работы в студотрядах? Есть ли какие-то послабления в студотрядах вот именно для красивых девушек или для девушек вообще? В студенческих отрядах я с 2016 года. То есть изначально я поехала в снежный десант время Алтайского государственного медицинского университета. Далее поехала в студенческий строительный отряд «Ватерпасс». Два года мы работали с строителем отрядом, и в этом году поехали сервисным на всероссийский объект в Ялту. А что вы там делали? Мы работали в отеле «Ялта Интурист». Каждый занимал разные должности. Кто-то был поваром, официантом. Я работала хостес в ресторане. Некоторые занимали должность барист, озеленителей. То есть различные вообще должности занимали. И как бы входили в работу буквально за два дня. И начинали работать как полноценные сотрудники. В общем, такой какой-то очень сложной работы для девушек в студотрядах, ее нет, я так понимаю, да? Работа всегда сложна, независимо, какое у тебя направление. Потому что студенческие отряды – это не только работа, это еще и комиссарская деятельность, обычно, которая занимается ночью. Потому что другого времени нет. Днем ты работаешь, ночью отрядные мероприятия, и в таком режиме проходит все лето. Понятно. Но ты уже к такому, наверное, ритму привыкла. Конечно, безусловно, за три года. Оль, ну, кроме вот этой твоей короны, которая, я так понимаю, ну, не совсем настоящая, то есть там нет каких-то камней драгоценных на самом деле, что получила победительница Всероссийского конкурса студотрядов? Ну, ты лично. Ну, для меня главная награда – это титул. Титул «Мисс Российский студенческий отряды», о котором мечтает, я полагаю, каждая девушка – боец студенческих отрядов. Ну, а также получила сертификат в ювелирный магазин. А девушка каждая мечтает стать «Мисс студотряды» на самом деле? Да, потому что это награда, которая, ну, ты мисс среди всех девушек российских студенческих отрядов. А что она тебе дает, вот кроме самоудовлетворения какого-то, не знаю, будут какие-то тебе бонусы в студотрядах в последующем или, может быть, в университете? Ну, об этом еще не оговаривалась, если честно, я не знаю. Ну, надеюсь, что доля каких-то бонусов все-таки будет присутствовать. А кто за тебя болел? Вот потому что ты сказала, что вы большой командой ездили. Да, мы ездили делегацией от Алтайского края. За меня болели и родственники, и близкие, друзья. И муж, наверное. И муж, муж со мной на сцене работал в этот момент. Что хотелось бы сказать, все смотрели прямой эфир в Инстаграме. И, то есть, независимо, были люди в Ростове-на-Дону или не были, болели со всех городов России мои родственники. А как тебя поздравили? Вот твои ребята, с которыми ты в студотрядах работаешь. Как? Они поздравили... Первые эмоции — это были их слезы. Слезы радости. Изначально они не могли говорить, просто у всех был восторг. Записывали видео поздравления, присылали цветы. В общем, атмосфера была безумно счастливая, такая позитивная и радостная. А ты сама, вот когда объявили твое имя, что Ольга Филиппова из Алтайского края стала победительницей, что ты испытала в тот момент? А вообще, когда я выходила на сцену, я впервые не чувствовала волнения. То есть, была очень хорошая конкуренция. И я принимала тот факт, что я могу не быть мисс. И когда я вышла на сцену, объявили мисс, это было, ну, это как будто какая-то тишина. И вот я сама в себе была, я понимала, что это точно я, точно я Оля Филиппова. И, ну, это необычные эмоции, которые просто запомнятся мне на всю жизнь. А конкурентки, они как не завидовали или были доброжелательны? Вообще, в принципе, с девочками мы сдружились. Конечно, всегда известно, что конкурентки не подруги, но здесь был такой факт, что все меня поздравили после этого. Ну, стекла в туфельки не подкладывали, да? Нет, но костюмы мы охраняли свои. Понятно. Что в ближайших планах у самой красивой девушки студенческих отрядов Алтайского края? Во время награждения мне подарили сертификат на выход в финал конкурса «Краса студенчества России». Финал состоится с 18 ноября 2018 года. Пока что в планах это очередная ступень, а дальше защита диплома и магистратура в городе Москва. А ты будешь готовиться каким образом сейчас вот к конкурсу, к очередному? Что, у тебя уже какую-то программу написала для себя? Нет, это еще ничего не написано. А сейчас только собрались с мыслями после конкурса и будем действовать дальше. Оль, ну я тебя поздравляю, желаю победы в следующем конкурсе. Спасибо большое. А я напоминаю, что мы сегодня беседовали с победительницей конкурса «Мисс Российские студотряды 2018» Ольгой Филипповой, которая представляет Алтайский край. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова